В марте 2013 года пользователь сети по имени Дон Эстамени опубликовал интригующую историю на одном из самых посещаемых мировых форумов – Имгур. Мужчина и его друг из Новой Зеландии недавно сняли дом, который раньше принадлежал опасной банде преступников. Хотя большая часть дома выглядела совершенно обычно, подвал привлекал внимание. На окнах были стальные решётки. В защищённой ими комнате был расположен огромный сейф с металлической дверью. На фото хранилища видно, что дверь закрыта на кодовый замок, а вокруг замочной скважины наклеены полоски коричневого скотча. Были ли эти ленты подсказкой к шифру? К сожалению, их было недостаточно, чтобы открыть сейф. Так что мужчина, заинтригованный загадкой сейфа и желающий знать, что же было внутри, обратился за помощью на форум, надеясь, что кто-нибудь сможет подсказать ему простые способы открыть дверь. И это положило начало девятимесячной истории ожидания всех пользователей форума разрешения этой загадки. Пользователи не остались равнодушными к истории Дона и завалили его советами. Публикация привлекла внимание и миллионов людей, которые горели желанием знать, что же скрывалось за дверью сейфа. Один из форумчан посоветовал специальный стетоскоп для открытия замка. А если не получится подобрать шифр, то замок можно аккуратно выпилить. Другие советовали попробовать ввести различные фабричные варианты кода, надеясь, что какой-нибудь может подойти. Кто-то прислал фото различных инструментов, которые можно использовать, чтобы распилить сейф. Но так как дом был только в аренде, мужчина не мог использовать грубые методы для открытия сейфа. «Я не могу использовать подобные инструменты», – написал Дон Эстамини. Владелец дома сойдет с ума, если я здесь что-нибудь поврежу. Если кому-нибудь в голову придет какие-нибудь полезные идеи, как аккуратно открыть сейф, завтра я это сделаю и опубликую фото. Он даже создал отдельную тему, в которой собирался публиковать все новости по этому делу. Эта загадка привлекла внимание тысяч людей. Но шли недели, а обновления в теме появлялись все реже и реже. Многие пользователи разочаровались в Доне, решив, что все это был обман. 1 июня 2013 года Дон снова вернулся на форум. Он рассказал, что был очень занят, недавно опоздал на самолет и переехал в другой город, так и не открыв сейф, поэтому он так долго не был в сети. Он написал, что еще долго не появится здесь, так что загадка сейфа должна быть остаться неразгаданной. Но в конце 2013 года дело приняло неожиданный поворот. Один парень по имени Мантис просматривал различные темы на форуме, как вдруг увидел фото своего подвала. Оказалось, даже не подозревая об этом, он переехал в тот самый дом с загадочным сейфом, который стал уже известным в интернете. «Я никогда не забуду этот день. Не каждую минуту можно увидеть популярную тему на одном из самых известных форумов в интернете, где обсуждают часть твоего дома», – рассказал Мантис. «Знать, что я единственный человек, который может пролить свет на эту старую историю, было очень увлекательно. Поэтому я пошел в подвал и начал разглядывать сейф, размышляя, как же мне открыть его. Зная, сколько людей ждет ответа на эту загадку, я был настроен решить эту проблему любыми способами. Его не волновала реакция собственника жилья на возможные повреждения сейфа. Поэтому он вооружился шлифовальным станком, дрелью и ломом и приступил к работе. Наконец-то настал момент истины. Мантис ожидал, что внутри окажется мешок с деньгами или какое-нибудь запрятанное сокровище мафии. Открыв дверь, мужчина не нашел никаких свидетельств преступлений века, ни пуль, ни кучи денег, оставленных бандитами. Так что же он нашел? Обычную, аккуратно сотканную паутину. Это было ужасное разочарование. Все надежды тысячи людей разбились, и мои тоже», – написал он. Так это конец истории? Как ни странно, но нет. Оставалось еще что-то. Так как сейфы созданы, чтобы хранить в безопасности ценные вещи, Мантис решил использовать находку по назначению. Когда прошло первое разочарование, он решил превратить сейф в хранилище пива и ликеров. Так что место стало выглядеть вполне неплохо. И хотя в сейфе не было ничего найдено, по крайней мере, загадка была разрешена к облегчению множества людей. Несомненно, эта история очень увлекательная и подняла серьезную шумиху в интернете, хоть и концовка многих разочаровала. Но по этому случаю можно сказать лишь одно – не цель важна, а важен путь. Данная история взбудоражила умы тысяч людей, которые как в детстве горели от желания поскорее посмотреть, что же там в тайном сундуке. А с тобой происходило что-то подобное? Надеюсь, это видео тебе было интересно. Если это так, то жми лайк и поделиться. А также подписывайся на канал, и будет еще множество наполненных сейфов. Пока!